Всем привет! Сегодня будем делать беседку. Делать будем из досок 150 на 40. Заготовил основание. Получается у нас длина ее будет 3 метра, ширина 2,20. Каждую доску запилил под угол 75 градусов. Чтобы угол был везде одинаковый, сделал такой кондуктор. Мы его просто прикладываем и по нему отпиливаем. Все лицевые части досок прохожу рубанком, а также вот такой вот фрезой снимаю кромку. Потом доски складываем в единую конструкцию, выставляем диагональ и саморезим их между собой. Также еще уложил две поперечки, чтобы потом на них истелить полы. Далее сделал два таких заготовок. Это для самого кракаса. Они по 195 миллиметров. Сейчас покажу как сделать такой кракас. Значит в самом кракасе здесь делаем распил и соедняем это все перемычкой. Попозже я заменю ее на более симпатичным. Выступы я здесь оставил по 10 сантиметров. От этой балки до конца. Угол здесь получился 100 градусов. Итак, первая стойка уже установлена. Затянул ее пока на временные перемычки. Также затянул внизу. Стягивал все при помощи желтых саморезов. Вот такие вот маленькие и еще чуть побольше. Не ставьте черные, иначе они полопаются после первого же затягивания. И также сразу переделал вот эти вот перемычки. Вот так пока все это выглядит. Будем делать дальше. Итак, наступил же следующий день и вот что было сделано. Хочу сказать, что в одиночку делать довольно таки сложно. Гельчик. Цыц. Каркас полностью установил. Также сделал опрешетку. Вся опрешетка получается по 4 метра каждая. Их по 4 штуки с каждой стороны. Усилил крайние балки поставил еще по одной. Вот так это все соединено. Стянул саморезами здесь. И также отсюда и отсюда. Каркас без сетки довольно устойчивый и ничего не шатается. Также жесткости каркасу придают вот эти перемычки. Они еще в дальнейшем будут являться спинками сиденья. Их я полностью зачистил, закруглил углы и засаморезал. Также всю беседку выставил по уровню и установил на кирпичах. Следующий этап это нужно стелить полы. Но до того как это сделать, нужно будет все обработать специальной пропиткой для дерева. Нашел вот такой вот. Она на основе лака. И наносить ее будем краскопультом. Итак, полы полностью застелил. Единственное, осталось только немножко сделать вставочки. Вот в этом месте не хватило леса. И вот в этом месте. Это в дальнейшем я зашью. Снизу все полностью обработал. Единственное, останется только немножко шлифануть сам настил. Также сделал еще вот такие вот стойки для будущих лавочек. Итак, немного зашлифовал полы. Вот так это получилось. А также поставил лавочки. Лавочки все зачистил, а также снял фрезой края, чтобы все было более-менее гладко. Итак, следующее, что было сделано, это постелил крышу. Сделаю из профнастила. Получается по 4 листа на каждую сторону. Лист 2 метра. И также прицепил вверху вот такой вот конек. Соответственно, до того как настелить все это дело покрасил. Также была сделана опрешетка. Пока только на двух сторонах. Это вот эта сторона и вот эта чуть-чуть дальше. Зашивал вплотную доска 150 на 25. Пообрезал, получается, отсюда до сюда 66 см. И сплошняком зашил. А с этой стороны нашил вот такую вот планочку. И к ней уже у те доски зашивал саморезами. Дети уже беседку облюбовали, позаносили свои вещи. И также с этой стороны. Далее было сделано вот что. Зашил остальные половинки. Это лицевую часть. Здесь сделал вертикальные полоски. Вот так вот, под углом. Также и с этой стороны. А сзади на всю длину зашил горизонтальные полоски. Сейчас осталось только все это дело покрасить. И можно будет продолжать дальше. И так, в общем, все покрасил. Вот так это стало выглядеть. Мне кажется, намного лучше, чем было. Полностью все по кругу. А также еще сделал вот такую ступеньку. Итак, закончилась опрешеткой. Вот что получилось. Сбоку сделал вот так. Немножко побольше, чем боковинки. Здесь получилось у меня 15 на 15. А лицевую и заднюю часть получилось 10 на 10. Сама опрешетка по 4 см. Вот так вот все это закончил. Снутри выглядит вот так. Так же еще немножко увеличил лавочкой. Добавил еще по одной полоске посредине на каждую лавочку. Теперь получается ширина ее 35 см. Как эта, так и эта. Сидеть стало намного удобнее, чем было до этого. Отдай. Бельчик. Бельчик. Ай. Бельчик. Итак, опрешетку я покрасил. Вот такой цвет получился. Довольно неплохо смотрится. Здесь темное, там светлое. Также покрасил и покрыл лаком лавочки. Вот такой цвет получился. Тоже довольно симпатично все смотрится. Также и спинки еще покрыл лаком. А также сделал еще вот такой вот стол. Столечница из доски сыроковки. Отшлифовал и покрыл лаком. Уголки немного скрыглю. А внизу поставил вот такие вот бруски. Служат в качестве ножек и перемычки. Стол получился тяжелый, массивный и устойчивый. Так же еще было сделано освещение. Завели коробку. И там раскатали провода. Один идет сюда на розетку и на выключатель. А вверху висит светодиодная лампа. Так же по кругу полностью засыпал все щебенкой. И получилось вот так. Здесь зона отдыха качеля стоит. А сюда ведет тропинка к мангалу. Как сделать такой мангал, видео есть у меня на канале. Поэтому кто хочет может поглядеть. Это я мангал и коптильня два в одном. Так что вот такая зона отдыха у меня получилась. Сейчас я сделаю вставку из фото и покажу какой вид был до. И какой вид стал после. И последнее что было сделано это вот такая вот открывашка. Ну за беседку. Кому такая штука и магнитики будут нужны ссылка будет в описании под видео. Если остались у вас какие то вопросы. Что то я не указал в видео. Пишите об этом в комментариях и я обязательно отвечу. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Оценивайте видео. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Я думаю что видео заслуживает лайка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok